Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня на разговор «По существу» мы пригласили руководителя управления Ростельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексея Николаевича Палькина. Здравствуйте! Здравствуйте! Поговорим сегодня о качестве и безопасности животноводческой продукции, которая производится на территории республики. Наши производители следят за репутацией своей продукции. И Ростельхознадзор, конечно же, принимает весь комплекс мер для того, чтобы обеспечить безопасность животноводческой продукции. В первую очередь это то, что мы осуществляем контрольно-назорные мероприятия. На данную дату мы осуществили 82 контрольно-назорных мероприятия, 317 проб было отобрано в рамках пищевого мониторинга. И чтобы говорить о безопасности животноводческой продукции, надо понимать, что это комплекс мер. И работа, которая нами проводится, она состоит из нескольких этапов. Поэтому, когда мы проводим контрольно-назорные мероприятия, мы отбираем пробы. Если там есть обнаружение, то осуществляем неплановые проверки. Проводим усиленный лабораторный контроль и доводим эти дела до логического конца. Надо отметить, что за 2018 год процент обнаружения по животноводческой продукции у нас составляет 4,4%. И это, в принципе, хорошо. То есть бывало и больше? Бывало и больше. Это такой показатель, который характеризует отрасль и ситуацию как нормальную. А о молоке и молочной продукции, что вы можете сказать тогда? Как ситуация обстоит в этой отрасли? И сейчас очень много разговоров как раз ведется о том, что небезопасно покупать молоко в магазинах. Какое нужно молоко брать тогда? Действительно, нам много разговоров, публикаций касательно качества молока. И Росельхознадзор повышенное внимание уделяет этой теме. Дело в том, что в рационе россиянина ежедневно должна быть продукция молочная. И мы также, как и по животноводческой продукции, по молочной, занимаемся отбором проб. Здесь есть выявление. Касательно основных таких параметров – это выявление растительных жиров, растительных масел, которые присутствуют в молоке, в молочной продукции. Это выявление антибиотиков. Такие факты есть. Много их? На данный момент их 11 случаев. То есть 89 проб мы отобрали, 11 случаев таких было. И наша здесь задача сделать так, чтобы производители… Бывают и системные технические сбои. Понятно, там где-то не помыли, где-то… Но бывают и системные сбои на производствах. Здесь уже может быть угроза для потребителей. Поэтому наша задача вовремя здесь эти риски оценить и в любом случае довести до конца каждый случай. Система Ростельхознадзора еще работает так, что мы отбираем пробы наших производителей, производителей тех, которые продают продукцию в Чувашской республике. Это один пласт. Другой пласт – это то, что наши коллеги в других регионах отбирают пробы производителей Чувашской республики, но за пределами Чувашской республики. И в системе раннего помещения Сирана сообщают эти результаты нам, и мы по этим сообщениям должны принять меры. И эта система работает очень тоже эффективно. Ряд предприятий наших тоже попадали под прицел, под наши проверки. Надо сказать, что мы здесь также доводим все эти события до логического конца, чтобы привести в соответствие их производственно, так скажем, и этот случай отработать. То, что мы видели в прошлом году, нас, честно говоря, очень повергало иногда в шок. Сейчас ряд предприятий, которые были в прошлом и в позапрошлом году, работали на рынке, они уже в результате нашей работы сменили. Ну, тут и мы, Роспотребнадзор занимался, сменили, так скажем, свою полностью… Были отозваны декларации. Ведь какой финал у таких, вот если сметана фальсифицированно выпускается, то мы приходим уже к тому, что отзываем просто декларацию на этот продукт, и они не могут уже его продавать. Поэтому на данный момент то, что я назвал, это 11% у нас есть. В прошлые годы это было и 17%, и даже больше. Но та выборка, которая у нас есть, она понятна, что она не настолько репрезентативная. Было у нас 82 пробы и 11 выявлений. Это, может быть, не так много, но мы учитываем здесь и рискориентированный подход, поскольку мы отбираем именно те продукты, которые представляют угрозу, по нашим сведениям. Как обстоят дела с ввозом санкционной продукции на территории Чувашьей Республики? Как часто она появляется на наших прилавках? Что людям приходится покупать? Запрещенные польские яблоки и груши? Или что у нас в магазинах? Надо отметить то, что с начала года мы фиксировали порядка 20 случаев таких, когда польские яблоки, груши, ну, и санкционного списка. Это была и капуста пекинская, и виноград. Порядка 1200 килограммов мы уничтожили. Это была такая объемная работа совместно с прокуратурой Чувашьей Республики и с Чувашьим постом Нижегородской таможни. Сейчас сезон своих, так скажем, груш, яблок с юга. Вы знаете, много идет продукции с Краснодарского края, с стран таможенного союза. И поэтому я бы сказал, что некоторые у нас затишья, поскольку прямого ввоза у нас нет и прямых постов у Чуваши с западных стран. И здесь можно успокоить, может быть, наших жителей. Тем не менее, надо понимать, что санкционная тема, она не просто так возникла. Дело в том, что зачастую этим пользуются недобросовестные поставщики, которые по дешевке где-то скупают вот эти вот обезличенные и в том числе перемаркированные продукты, фрукты и стараются их сбыть. И надо стараться все-таки покупать наше отечественное, проверенное. Ну а как проверить простому покупателю? Откуда он может знать, что на прилавке груши именно, не знаю, Краснодарского края или… Ну, согласно действующему законодательству, вся продукция, она должна быть подтверждена. Происхождение ее должно… Вот можно спросить у продавца и документы, откуда это все произведено, поскольку если этого нет, это уже вызывает вопросы. Ну, в основном вызывалась продукция, вызывалась, вернее, в крупных торговых центрах, я так понимаю. В каких городах республики? У нас в основном лидер здесь торговый комплекс Николаевский, Чебоксары, Чебоксарск был, ну и районные рынки нашей республики, Чебоксарской республики, там, где идет бойкая торговля в сезон. То есть вы ожидаете следующего наплыва, это ближе к Новому году, видимо, да, уже? Массовые такое, да. Да, характер имеет сбыт, конечно, когда у нас праздники основные, Новый год, там, 8 марта, 23 февраля. Так это, как правило, случается. Но, тем не менее, для тех, которых эта системная работа касается, мы над этим работаем всегда. В России увеличился экспорт зерна, как ситуация в Чевашии с этим обстоит? Вообще, этой теме сейчас тоже уделяют очень пристальное внимание. Да, вопрос, он на волне, коснулся, вот эта волна коснулась и Чевашии, это очень отрадно, поскольку наша цель здесь, именно вот Россельхознадзора, конечно, развитие отрасли. И приятно то, что в 2017 году совсем не было у нас почти отгрузок, там, несколько десятков тонн Монголии, ряд стран ближнего радиуса. А в этом году Чеваша отгрузила не так много, это там почти 800 тонн, но, тем не менее, уже и Германия, Латвия, порядка десятка стран, Польша, ну, это и Иран, Азербайджан стали получателями Чевашского зерна. Ну, разного причём. Здесь какие для нас выводы можно сделать? То, что, конечно, привлекает игроков этого рынка, то, что у Чевашии нет фитосанитарных карантинных зон, и это облегчает экспортерам все процедурные вопросы. Это некое преимущество, которое у нас есть. Также объёмы, конечно, пока небольшие, но в качестве развития хороший потенциал. А какие нарушения встречаются на земле сельхозназначения в Чевашии, то есть связанные с землями сельхозназначения? Вопрос надзора в сфере земель сельхозназначения, он очень актуален, и для Чевашии особенно, поскольку республика у нас небольшая. И вот по последним уже данным, конечно, есть у нас ещё площади те, которые не осваиваются, Однако инвесторы хотят большего. Да, интересует Чевашская республика многих, многих наших инвесторов, в том числе и иностранных. Говоря о нарушениях, которые часто встречаются, это, конечно, неиспользуем по назначению. Это зарастание с сорными растениями, но реже встречается снятие перемещения плодородного слоя и захламление. Тем не менее, на данную дату за 2018 год мы более тысячи гектаров, 1200, по-моему, проконтролировали. И как следствие, по-моему, 690 гектаров ввели в оборот. И для меня, как для руководителя, главное, чтобы вся наша работа доводилась до логического конца. Здесь что важно? Если человек хозяин земли, он собственник, по каким-то причинам он не пашет, не сеет, тогда он, если готов платить штраф, он это будет платить. Да, мы его привлекаем. Но сценарий здесь какой? Он через некоторый период лишится этого участка в принудительном порядке. Либо он может добровольно отказаться, либо он может этот участок сдать в аренду или продать. Поэтому наша задача, чтобы этого не допускалось, чтобы люди сразу понимали, что земля должна давать урожай, ей надо заниматься, заниматься и заниматься. Ну и в заключение хочу поздравить всех работников отрасли с профессиональным праздником, пожелать новых высот, хороших урожаев, конечно же, здоровья и благополучия. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Я вам пожелаю того же самого. И спасибо вам за содержательную беседу. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чувашии.